Порог новой современной школы 6 сентября переступили больше 150 детей. Всего за два с половиной года строители возвели здание, отвечающее всем современным нормам и требованиям. Кроме того, оно подходит и детям с ограниченными возможностями. В здании более 30 учебных кабинетов, большой спортзал, комфортная столовая, библиотека, мастерская и многое другое. Мы работали по графику, утвержденному мной, и расписание уроков уже было, даже уже и кружки заработали наши, допустим, кружок умелой руки, хореографический кружок. Столовая заработала с 13 сентября, как и во всех школах республики. Все дети получают второй завтрак, и группа продлённого дня получает полноценный комплекс обеда. Горячее питание. Наше горячее питание выверено прямо по граммам, по калориям. Особые условия созданы для маломобильных школьников. Пандусы, пассажирский лифт и специализированное оборудование в санузлах. Кроме того, в школьном здании учтены требования безопасности. В случае пожара предусмотрены всевозможные запасные выходы. У нас лифт, и за лифтом находится безопасная зона. Я тоже была приятно удивлена, когда узнала, что это безопасная зона. В случае, не дай бог, пожара, дверь закрывается, и в этой безопасной зоне можно выдержать около двух часов, то есть огнеупорные стены, пока подойдёт помощь. Вот на всех трёх этажах у нас безопасные зоны. Ещё наша школа, она построена как антисейсмичная. То есть вся школа, она не единое здание, а три здания. И между зданиями пять сантиметров. Но эти пять сантиметров мы не видим, они прикрыты чем-то. Они незаметны. Да, но в случае землетрясения каждое здание трясётся по-своему, и они не сталкиваются. Ученикам школы представлена возможность углублённо изучать физику, химию, математику и другие точные науки. Примерно через месяц кабинеты будут дооснащены. Урок биологии для восьмого класса сегодня предусматривал работу с микроскопом. Наша тема на сегодня – это клетка. Растительная клетка, её свойства и химический состав. Вот мы можем под микроскопом рассмотреть растительную клетку. Включаем подсветку. Настраиваем, приближаем. Не надо её приблизить. Это новые микроскопы. Мы их только достали из коробки. Вот некоторые. Какое преимущество имеет урок, который проходит с помощью вот таких современных прибурок? Детям всегда интереснее наблюдать, чем слушать и смотреть, видеть. Для каждого учащегося школа станет, можно сказать, вторым домом. Для этого здесь есть всё необходимое. Учебный процесс дополнен всевозможными кружками и возможностями для развития швейного и кулинарного мастерства. Пока учебный процесс налаживается, количество учащихся тоже увеличивается. В девятом классе, естественно, по сравнению, где мы учились, в каком здании мы учились, ветхая третья школа, мы получаем огромное удовольствие эстетическое от того, что заходим в такое красивое, светлое, тёплое здание. Мы безгранично всем благодарны, кто способствовал тому, чтобы наша школа настолько быстро была восстановлена. Ребята учатся, стараются. Естественно, они сейчас первая свинья, и у них намного больше времени. И, естественно, такое красивое помещение способствует, да, и даёт стимул, чтобы не то, чтобы было красивое здание, а чтобы дети и учащиеся, и учебный процесс был на очень высоком уровне. Показывая новое здание школы, директор рассказала о многих невидных на первый взгляд преимуществах, которые со временем ещё будут совершенствоваться и дополняться. Яна Плива, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня.